С поздравлений именинников началось мероприятие, посвящённое Международному Дню Слепых, главная цель которого – привлечь внимание к проблемам людей с полной или частичной потерей зрения. По поручению главы города Сочи уделяется огромное внимание общественной организации слепых. Так, например, за три последних года было выделено более 1,6 млн рублей на ведение уставной деятельности. В настоящее время общество слепых под руководством Тавакалянга Инны Сергеевны успешно развивается, выполняет свои задачи по реабилитации, приобретении различных средств реабилитации, и помогает людям с ограниченными возможностями стать полноценными членами общества. Гаенетта Вакалян уже 18 лет является председателем общества слепых и на этот раз организовала конкурсную программу на базе общественной организации. 20 человек с нарушением зрения представили изделия ручной работы из бисера, пряжи, дерева, а также блюда собственного приготовления. Все блюда и работы были сделаны с любовью. И каждая из них достойна внимания. Делала детские вещи, а сейчас вот она перешла на игрушки. Все это навяжет крючком. Такие встречи создают для людей с ограниченными возможностями здоровья условия для их полноценного участия в жизни общества, повышают адаптацию. Совсем недавно члены Сучинского общества слепых участвовали в городском конкурсе и победили. Мы участвовали в конкурсе, который был объявлен администрацией города. И мы выиграли этот грант. И вот на эти средства, которые выделены по субсидии, мы смогли приобрести подарки, мы смогли грамоты закупить и вообще порадовать наших людей. В Сочинском обществе слепых на данный момент состоит более 500 человек с нарушением зрения. Для них открыта библиотека на улице Красноармейская, 13. В ней насчитывается более 2000 книг.